Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все браты и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку и умножаться в познании Господа Исущего Неизменного в Слове Своем Творца нашего и Бога Иисуса Христа. «Отвернувшись себя через добрые дела любви к ближнему, теми дарами, какими подает нам Господь для Его славы, из искренней, чистой, бескорыстной любви и к Богу, и к ближнему». Я хотел с вами сейчас поделиться информацией кое-какой, а потом не оставить без слова. В этот раз слово будет у нас апостольское. Сейчас поделюсь экранчиком. Давайте посмотрим ролик. «Начинайте, говорите, вот семья Гамаюну, встаньте, ребятишки все, семья из шести человек, материальное положение тяжелое, зарплата маленькая, денег не хватает, нужен ремонт, нужно клеить, нужно детям питание хорошее. Вот сколько лет? Одному старшему? Двенадцать лет мальчику. Девочке? Девять лет. Девять лет. Мальчику пять лет. И мальчику? Год и девять месяцев. Нужна и обувка, нужно и питание, все нужно. Денег не хватает, ребятишкам в школу идти, а деньги не дают, не платят. На лекарства, ребятишкам, денег не хватает. Купить ребятишкам, лекарства не хватает денег. Работает, 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 живое, в самой здоровье тоже. Дbare-мальчик, работает, 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 работает. Подпишись, мальчик, работает. так ну вот такое вот видео посмотрели мы ко мне обратились люди кто знает я уже не впервые делаю поборы для святых вот ни капельки ни грамм этого не стесняюсь кто посмотрит ролик до конца мы с вами еще и словом будем назидаться словом апостола павла вот вот адрес странички я кстати сейчас я тогда открою 4 забыл вот я сделал страничку но тут правда ролик елены скрынник вот ну адрес вот он у вас и на экране и будет естественно в описании но и тут в подсказочке будет наверху вот можете перейти тут я вот написал есть телефон елены вот детишки тут три мальчика дани 12 лет совхе 10 влад 5 максим почти два года вот ее адрес владимирская область судогодский район поселок муромцево улица дом карточку тут я еще не пометил сейчас они мне попозже номер там сбросит и тут мои реквизиты как всегда потому что ну там у них сберк карточка есть вроде но естественно остального ничего нету вот я всегда свои реквизиты даю там у меня есть и paypal и webmoney яндекс там ну в общем все все возможные варианты вот единственно тут пишу всегда что тогда с пометкой высылали кому там елене скрынник елене гамаю новой вот ну и тут какие поступления будут я попрошу их сбрасывать мне чтобы мы тоже писали все в нашу вручную так что там если уйти не сразу а может даже через неделю я там могу забегаться я могу не быть и где-то там вот в общем требуется помощь вы видели там я не знаю насколько хорошо я поделился экрана вот мы посмотрели это семья вот четыре мальчика три мальчика девочка живут в деревне нуждаются у кого есть желание помочь то добро пожаловать вот у кого желание по-настоящему причаститься господу да делами любви к ближнему вот то я всех приглашаю также хотел еще сказать про лену скрынник тоже в описании кто не знает может перейти там сын канал делает такой семейный там можно посмотреть она ролик выложила ну я тоже добавлю я отдельно и в описании и здесь подсказочку вот собираем и сейчас ей там дом весь дырявый вот на обшивку чтобы они зимой не мерзли на воду собираем у кого есть желание тоже добавляясь но в принципе адрес точно такой же то кто тут елена 2 до а то елена просто ну кто если так вручную будет забивать вот то есть тоже можете перейти по ссылочке посмотреть там ну и тоже там тоже сам там есть ее кто хочет напрямую сразу на карточку помогайте вот ну кого там кто переводит из-за границы можете на меня переводить а я и там уже соответственно вот приводить вот елен то посмотрите ролик она там написала мечта по обшивке дома вот наш там все у них тоже дырявы у этой семьи тоже видишь видишь там дырка такая в стене где стен дома все старые что они все на земле даже стоят это вообще беда вот так что всех призываю помочь какие вопросы пишите мне в личку ли здесь комментариях если чё-то непонятно вот особо-то я ну вот ролик я вам показал ко мне обратились помощь это адресная кто знает меня кто знает уже там елену еще к там я помогаю людям вот в общем пишите что нам хотите что непонятно вот я еще хотел призвать вы знаете брать сестры никогда не думайте что 10 рублей это не деньги что я вот сам тоже нищеброд и всегда все равно помогают чем есть главное не не количество не сумма внимание вы помните как господь две лепты вдовы оценил не просто высоко на самом высшем уровне да это очень важно то что честно не хочу никого как бы обидеть но знаете когда я вот такие призывы делаю и не вижу реакции ведь многих я знаю многие со мной имеют общение в скайпе и когда я знаю что нет никакой реакции честно поражает даже вот все таки мы должны участвовать в скорбях друг друга я поэтому ролик не только этому хочу посвятить но кратенько кратенько да как я это умею обычно делать вот мы все-таки коснемся вот когда меня просто чуть ли даже меня там не укоряли надо вот и там побираешься я буду побираться столько до последнего и почему я сейчас объясню я сейчас на словах немножко скажу вы помните если помните если знаете 15 глава книги деяний она посвящена тому известному первому иерусалимскому собору ну как он там не был первый последний апостольский в общем где и павел был куда по откровению пошел ну и помните как там были все эти разборки с законом ну и в общем то все там порешали разошлись кто не знает это 15 глава послание галатам павел посвящает в основном именно воспоминаниям пишет он его очень поздно если он только вспоминает что это было через 14 лет после того как он покаялся да когда он вообще пишет неизвестно вот он вспоминает об этом сам соборе я сейчас ничего не буду говорить читать целиком иначе мы тут умрем тогда да мы все так устаем от писания я лишь подведу итоги чего нет в книге деяния но павел об этом вспоминает и вот он пишет так я даже себе что ты не пометил сейчас я буду искать при вас так павел когда говорит что перед перед знаменитыми он там не не пасовал перед известными это то вот и и говорит что когда напротив того увидев это 2 глава 7 стих напротив того увидев что мне вверено благовестие для не обрезанных как петру для обрезанных ибо содействующий петру в апостольстве обрезанных содействовал и мне у язычников и узнав о благодати данный мне иаков киф это петр и иоанн богослов который стал потом почитаемый столпами подали мне и варнаве руку общения чтобы нам идти к язычникам а им к обрезанным только чтобы мы помнили нищих что и старался я исполнять в точности для меня после христа апостола естественно как первый пример как надо подражать да вот поэтому когда мне помню я не были укоры в мою сторону вот я может быть таким образом через ролик хочу показать что люди не всегда ну вот по крайней мере как я понимаю писание хочу показать поэтому когда павел пошел с этим письмами о том что не надо там язычником не обрезаться незакон соблюдать видите какой он подчеркнул момент что еще ему на словах сказали ну естественно не писали и просто книги деяния лука это не упомянул а павел говорит что только чтобы шел и помнил нищих и старый что год я старался исполнять в точности вот я стараюсь это тоже исполнять в точности помимо служение слова я естественно стараюсь и вот если мы коринфянам послание прочитаем то в первом послании я тут обозвал кто переходите на мои тексты которые синодальный перевод я просто чтобы не работать было удобно я их свой редактор перевел и вот работаю очень удобно и для других мне кажется будет назидательно я тут пометил десятина правда это 16 глава прям первой стихи при сборе же для святых поступайте так как я установил в церквях галатийских но в послании галатам ничего там этого нет вот этой бытовухе конкретики оно было посвящено кто знает действительно чудно вот этой борьбе духа с буквой с законом да вот но как мы видим именно там у напомню упомянул вот это да ну там самого этого нету а вот именно здесь во втором коринфянам сейчас мы узнаем как это действительно он установил в церквях галатийских но опишет он об этом во втором послании в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя изберегает сколько позволит ему состояние чтобы не делать сборов когда я приду когда же приду то которых вы изберете тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в иерусалим я почему назвал десятина то потому что и дальше но этот назад пожертвование на самом деле это надо для себя пометил потому что ни о какой десятине у меня есть ролик кто не смотрел на здесь на христолюбие на лаве но я добавлю ролик в описании чтобы вы не искали и в подсказочке на ю тубе я вообще никак просто сколько я роликов насмотрелся про десяти ну я даже не хочу это трогать все и все эти ролики в интернете правильнее кто показывает что никакой естественно десятине в новый за это нет тоже господь не говорил нам отвернуться десятой части себя он сказал отвернись себя целиком и делать твори дела любви целиком и полностью отдавая себя ближнему вот и поэтому я там по-другому сказал кто знает кто не знает посмотрите но я ролик вот добавлю поэтому я и назвал что особенно действительно я только в один момент сейчас хочу подчеркнуть на самом деле конечно же в новом за эти нас целиком только пожертвования сколько можешь причем столько и уделяй ну и предела нету хоть рубль они 10 не они 10 рублей от 100 и хоть до 100 рублей это дело твое и вот во втором послании мы уже можем увидеть как это конкретно происходит давайте почитаем почитаем внимательно медленно что все конечно же это услышать ну вот сейчас я открою вот 8 глава уведомляем вас братья о благодати божией данной церквям македонским ибо они среди великого испытания скорбями то есть какие-то гонения были да на христиану возможно от братьев или от язычников преизобилуют радостью и глубокая нищета их преизбыточу преизбыточествует в богатстве их радушия они на самом деле были нищими ну видимо мягко скажем не богатых но и глубокая нищета приза преизбыточествует в богатстве их радушия ибо они добраку доброходны по силам и сверх сил я свидетель они весьма убедительно он даже с них брать не хотел они видимо настолько там нищие была община это новообразована новообразованная в этой македон македонии до македонским церквям они весьма убедительно просили нас принять дар то есть как он говорит сверх сил видимо отдали все что было и участие их в служении святым то есть тоже хотели люди бежали послужить чтобы хоть и нищие ну хоть чтоб тоже в общем в общий куш павел когда собирал для святых в юрсалиме особенно ибо там совсем все бедствовали и ничествовали ибо потому что свои же собственные братья гнобили и душили этих христиан сесть никакой там не работы не была полностью и как это называется ты когда ну по поняли да игнорирование ли как называется отщепенцами когда стали христианство в том собственном юрсалиме ну гонимый да и не только то чего мы надеялись но они отдали самих себя ну я просто кусок то знаю поэтому вам наперед как всегда говорю да то есть вот они действительно отдалися павел свидетельствует то он как я свидетель во первых господу отдали себя потом ну по assignments господа то есть вот исследование за христом вот настоящее следование за богом и что значит отдали во первых они предали часу будет писать упавая на господа что господь их не оставит да а потом быть и нам по воле божии то есть уп allez полностью что господь есть любовь во пир 살и 정부 господа отдать отдаться его любви и и от далися то что в господь вно sumsелился любовью своей мы любили друг друга потом и нам по воле божьей поэтому мы просили тита чтобы он как начал так и окончил у вас и это доброе дело а как вы а этом пишет своей церкви-то коринкской на самом деле церковь она не жлобская была понять она поначалу была потом она видимо до нее все дошло хотя павел в ней жил очень долго в коринфе а как вы изобилуйте всем веру и словом и познанием и всяким усердием видимо там не такие были нищие как в македонии и всяким усердием и любовью вашу к нам так изобилуйте а то люблю делом и словом помните как я бросок не делом и слов не не языком не празднословием а делом истинную не словом вернее будем да праздно и любовью вашу к нам так изобилуйте и эту добродетелю какую деятельной любовью а не только на словах добрых говорю это не виде повеления но усерден других то есть вот этой македонской церкви испытываю искренность и вашей любви которая только на словах вот он хочет узнать ибо вы знаете благодать господа нашего иисуса христа что он будучи богат бог наш обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетой я да господь все отдал всего себя я даю на это совета тут я все время про десятину кто там интересуется вы прекрасно знаете что в новом зайти никакой десятины нет и никаких поборов и никаких обязательств и никаких проклятий сейчас мы это увидим а только благословение что если дашь хорошо нет ну и ладно мы не ветхом завете живем я даю на это совет ибо это полезно вам который не только начали делать это но и желали того еще с прошедшего года совершите же теперь самое дело дабы чего усердно желали ну хотели тоже помочь прошлом году то исполнено было по достатку какой кто имеет сейчас мы об этом будем читать ибо если есть усердие у какого человека то она принимается смотря потому кто что имеет они потому чего не имеет не требуется чтобы другим было облегчение то есть все отдали а вам тяжесть но чтобы была равномерность почему павел ты не хотел с этой македонской церкви ничего брать но они весьма убедительно просили то есть убедили что не последний отдаем есть на что жить да вот но павел то понимал что они отдают максимум до ныне ваш избыток в исполнении их недостатка а после их избыток в исполнении вашего недостатка чтобы была равномерность но не смысле что да вы переборщили навалили эти обратно понесли да нет конечно на методу что когда у вас будет понесем вам когда у вас будет недостаток вдруг у вас может никогда не будет может бог одни будет благословлять чтобы они любили любовью активную других будет наоборот в такие ситуации чтобы они любили любовью пассивную как написано кто собрал много не имел лишнего а кто мало не имел недостатка но это из ветхов за это амане так господь говорил по сути конечно как на порой там не совсем можно притянуть но как всегда слова используются правильно павлом ну и вообще благодарение богу хотя нет там смысл конечно глубокий он все правильно говорит благодарение богу вложившему в сердце титова такое усердие к вам ибо хотя я просил его впрочем он будучи очень усерден пошел к вам добровольно с ним послали мы также брата во всех церквях похваляемого в заблагорствование и притом избранного от церквей сопутствует нам для этого благотворения которую мы служили во славу господа и в соответствии вашему усердию остерегаясь чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии поношений вверяемых нашему служению ибо мы стараемся одобрить не только перед господом но и перед людьми то есть павел кто-то той церкви вместе с ними шел чтобы вдруг чего не случилось а то скажут что там украли еще что-то поэтому вот кстати почему я там все эти отчеты пытаюсь тоже делать не потому что там право рука не знает лево кто-то не пишет да во первых чтобы действительно видел человек что доходит и мне зачем эти мне там допустим особенно когда переводят зачем не эти лишние сплетни или подозрение что там да куда-то деньги пропадают это раз во вторых чтобы человек действительно просто увидел ну дошло до слава христу мало ли может от цифра ошибся не туда попала вот то есть видим даже специально господи сейчас мы видим павел и там будет писать то есть он как бы всегда просил чтобы кого-то дали от своей церкви что вместе сопутствовал мы послали с ними брата нашего который усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности к вам ну и и сам он кого-то посылал что касается дати то это мой товарищ и сотрудник у вас а что до братьев наших это посланники церквей слава христова слава христова это любовь в нас сейчас я не буду на этом останавливаться мы бога прославляем любовью и так перед лицом церквей дайте и так перед лицом церквей дайте им доказательства любви ваши и того что мы справедливо хвалимся вами а то вот там какая любишь какие любящие люди кусок хлеб попросишь как у достоевского луковку в спину запуле запустят запустят для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македониями то есть но видите как правил мудро поступает одними перед другими хвалится македониями ахай ах вах в коринфе македониями что ахай приготовлен еще с прошедшего года и ревность ваша поощрила многих ну то есть вот то что они приготовили да и он об этом рассказал и другие захотели принять участие братьев же послал я для того чтобы похвала моя вас не оказалась тщетную в этом случае но чтобы вы как я говорил были приготовлены и чтобы когда придут со мной македонии и найдут вас не готовыми не остались в стыде вы мы не говорю вы похвалившись с такой уверенностью поэтому я почел за нужно и упросить братьев чтобы они наперед шли к вам и предварительно озаботились табы возвышенное уже благословение ваше было готово как благословение как побор во-первых они же идут ну кто не понимает они шли с македонии через ой ну да чуть из каринфа через македонию или наоборот там не важно как он ходил мы в принципе не можем точно не знать а он мог потом на корабле плыть в принципе тут не ясно это не имеет значения но он шел братья были из этой македонии да вот и где нищие то были а он там хвалился коринфянами что уже все собрали придут они уже может все тем более раньше не так много денег сколько и продуктами тоже помогали да и он вот пишет что чтобы играть посылает братьев не как поборгар делать это и что заранее как посылает а как благословение собирать то это и просто заранее чтоб когда пришли не сидели там и не бегали и месяц всех всех кликали это не как сейчас в интернете бросил клич вон до пост разместил через день может все узнают а там будет неделю собирать бегать и при том скажу кто сеет скупо тот скупой пожнет но при этом говорит да не проклинает проклятий никаких нет но взять как вы обкрадываете мог мед но он сказал кит кто сеет скупа тут купый пожнет мы 7 куда вот сюда наше царство небесное хацпей сказка собирайте сокровища вон там на небесах чем богатством неправедным все что у нас есть это неправедное наше богатство данный нам богам а приобрести мы можем действительно только настоящее праведное богатство вот посредством неправедного а кто сей square тот щедро и пожнет каждый уделять по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо доброхотно дающего любит бог вот опять из ветхого завета и действительно сколько я переслушал где наоборот из своих из своей пасты там пастыре выбивают десятины там да и вот приводит я что только не слышал даже от самих этих прихожан что вот там ну вот десятину и пастыры там ибо доброхотно но только вырывает то откуда ну либо из ветхого за это либо из коринственно ну павел не говорит о десятине а каждый уделяй по расположению сердца и причем не с огорчением если даже у тебя уж если тебя жаба душит да у тебя даже есть эти деньги во первых он имеет ввиду не с огорчением конечно же не так что действительно ты столько уделила сам нуждаешься нет и не с огорчением что если действительно но просто пока те жаба душит вот я есть там 30 тысяч до тысячу тени жалко две не жалко 3 не жалко а 10 все ты будешь потом неделю в печали ходить до на работе весь день думать блин отдал десятку да у тройку трешку бы отдал не думал балдесят как все внутри щебет он играет ты тогда отдай лучше трешку лишь бы ты не печалился и не с принуждением конечно видите никакого гестапо ибо доброохотного здесь павел как раз правильно применять это 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 ветхозаветное местописание они как при десяти не то не про десяти но доброохотно дающего любит бог а то и да да доброохотно давай свободу но если не дашь ты обкрадываешь бога десятую часть да там у тебя сразу вспомнит маммала малахию пророка нет он и говорит павел бог же силен обогатить вас всякую благодатью чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело как написано расточил раздал нищим правда его прибывает век дающий же 7 сеющему и хлеб в пищу каждому человеку дают ну тогда ведь простые образы по употреблять причем крестьянские такие дающие семьи на следующий год он же собрал и отложил есть что посеять и хлеб потом то есть хлеб здесь слове кстати не не еще не испеченный в принципе а то что он вырос то что ты посеял в пищу подаст обилие посеянному вами то есть подаст обилие ты посеешь и вырастет а будешь желобом у тебя самого ничего никогда не будет бог тебя будет время зажимать чтобы когда-нибудь и смирился и понял бог тебя поставит в ту ситуацию в тут и сам начнешь клянчить поэтому братья сестры надо давать когда бог благословляет вот вернее всегда давать даже когда кажется не благословляет и ты узнаешь любовь божия когда бужа и думать ой а вдруг я раздам а мне не хватит вот тебе бог так и будет все больше больше щемить а тут мы видим что бог даст тебе и обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши внутри царство небесное плоды то какие духа правда духа так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость что было чего даже те будет подавать что ты с радостью это дел который через нас производит благодарение богу ибо дело служение этого не только восполняет скуды святых то есть делать не с не только в рот хлеб конечно дать мы творя дела любви еще и проповедую поэтому он пишет но и производит во многих обильные благодарения богу ты помог человек и как господь сказал тогда видит свет ваш тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца небесного вот не только восполняет скуды святых но и в этих людях возможно не верующего к богу придет верующего утвердит в боге через благодарение это ибо это единственное дело любви к богу которую мы можем исполнять ибо видя опыт такого служения они прославляют бога за покорность и спать внимательно прослушайте последние стихи ибо они прославляют бога за что за покорность исповедуемому вами вами евангелию христову и за искреннее общение с ними мы не просто бросаем как в достоевском да только и луковичку подала ты бабки в спину бросила нет и за искреннее общение с ними надо узнать кто эти люди как у них что у них поддержать не только но и словом и со всеми молясь за вас и те люди за вас и молятся по расположению к вам конечно же любовь и самая сильная на свете сила которая располагает и человека открывает за призом за преизбыточествующую у вас благодать божью прославляется бог в нас через добрые дела любви благодарение богу сам павел благодарит за незреченный дар его ну вот я хотел вам этот кусочек прочитать это конечно не все я чисто ролик то вообще-то хотел записать конечно же чтобы объявить сбор а не побор вот а действительно оказать помощь нуждающимся мне очень нравится оказывать помощь и всех призываю вот особенно когда известно кому я так делился со всеми я сам даже вот вижу какой-то пост там в интернете да я смущаюсь правда не правда там может мошенники это это и вы знаете ли себя выработал простую схему я лучше 100 рублей переведу пусть это мошенник я мошеннику подам и как павел в другом мастер это ему уголье помните когда павел про врагов говорит когда мы делаем добрые дела в римлянам помда что мы ему уголе собираем на голову я лучше подам мошеннику 100 рублей чем я не подам нуждающимся я для себя лично такую позицию принял кстати тоже делюсь вот ну конечно какие-то большие суммы вот так сделать объявление конечно никогда не делал то что я там вижу даже какие-то картинки там супер инвалиды я конечно я смотрю но вот про елену елену скрынник вот новую сестру елену фамилию еще не запомнил да то есть мне одна сестра обратилась и все я там эту всю тему развил что конечно же узнавай что там как вот даже ролик это бабушка их не записала видите какая активная но из-за них даже говорил люди стесняются вы знаете как просить тяжело всего а вот и пабират и попробуй попросим что для себя что для других это же не просто вы знаете все же гордость а чё тут такого если мы все христиане святыми вы знаете в первое в первые церкви назывались именно христиане это я удалеко я у меня там есть ролик вот я конечно надо разобраться что такое церковь как в ней вот это происходит там ничего сложного конечно же любовь это понятно и максимально видите доброходная и радушная от чистого сердца вот и то же самое что с этими пастырями сейчас я в этом ролике все не буду хотел вам вот это из коринфянам самый яркий на самом деле момент и еще напомнить а то мы всегда на апостол ссылаемся я не я всегда ссылаюсь на христа что кто не знал или не знает или евангелие не знает я тогда не понимаю у иуда вообще-то был ящичек поэтому господь тоже он не клянча хотя мы не знаем как он там тел ящик ты им зачем они собирали в одном городе богатые давали все-таки что-то видимое но как мы видим да они действительно тоже все раздавали ибо у них не хлеба никогда не было не ночевать негде было получается не за гостиницы и даже когда помните случай что с господа из петра налоги хотели взять и взяли то господь почему-то не из этого ящичка достал который предназначался дара для раздачи нищим он петру сказал иди заработай то есть поймай эту рыбку у нее во рту будет денежка и отдай заменять за себя вот то есть тут конечно этот ящик был не для них но они вот тоже в одном месте павел все правильно дело абсолютно вот и мы также вот поэтому и конечно же надо интересоваться чужой жизни жизни обязательно вот там все кто вот вокруг меня я всем очень дорожу все всех очень люблю и буду делать все возможное вот ну в общем то все на этом нами наговорились все ссылочки какие будет вот я вам еще раз покажу эту ссылочку вот елены фамилия сейчас не выговорю 2 посложнее вот елена скрынник без двоечки вот здесь такая же ну в описании все добавлю переходите кто кто чем может помогайте и вот вот елене во владимирской области в это село там ей все нужно тоже одежда у них там ничего нету вот адрес на страничке вот а я вам страничку ну даешь показал все там и адрес вот тут вот я и адрес то есть можно будет слать посылки кто по россии особенно все это не так дорого вот кого что есть и тут пока только телефон я не знаю какие у них там возможности компьютер если skype сам я еще с ним не общался я просто доверяю сестре которая меня это все которые я в близком общении вот есть телефон вот пожалуйста там может быть кто по россии то можно и позвонить сейчас может там тариф тем более снижается вот пока других каких-то контактов нету в общем вот так вот ну все давайте прощаться всех храни христос всех крепко обнимаю нежно целую помните нищих не забывайте никогда что мы должны исполнять в точности тем более все нам братья сестры надо давно уже жить в новом завете где все мы боги и дети всевышнего все мы а значит братья и сестры христу его сына следники а дети божьи и дети дьяволу знают так кто любит из любви к богу любит брата своего ближнего тот от бога и бог в нем пребывает он боги все всех храни христос пока пока